Украина готовится к войне с Россией. Теперь это объявлено официально и рассчитывает на помощь НАТО. Это заявил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью одному из украинских телеканалов. Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defense Europe 2021. Это переводится в защите Европы. Их смысл какой? Что на акватории от Балтийского до Черного моря отрабатывается, давайте прямым текстом, война с Россией, тема противостояния с Россией вооруженной. Основной фокус это Балканы и Крым, и естественно все, что севернее Крыма, этих учений. Это открытые источники, никто не скрывает. Активная фаза май-июнь этих учений, а сейчас уже пошла подготовка, развертывание сил, логистика, переброска, что тоже являются элементами учения. Defender Europe 2021 – крупнейшее со времен Холодных войны учение Альянса. А самое массовое за последние четверть века заброска военных сил США в Европу. Учения в разных формах запланированы на территории 16 государств. Всего Альянс привлекает для участия 20 тысяч военных Соединенных Штатов и 17 тысяч военных из других стран, в числе Украина. Но это не единственный маневр НАТО, в которых примет участие Киев. Более тысячи военнослужащих ВСУ примут участие в совместных с Великобританией учениях Козак-Мейс, дословно «казачья палец». Дмитрий Песков назвал наращивание сил ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе весьма пугающим. Пресс-секретарь президента России заявил, что постановка вопроса о том, что наша страна является противником, неуместно и неприемлемо. Но Москва будет реагировать на потенциально опасные действия соседей. Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему то, что напряженности вблизи российской границы. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности. Если не пугающе, то тревожно видеть вот такие истории с бесконечными эшелонами военной техники с обеих сторон границы, которые на этой неделе запомнили социальные сети. В российском министерстве обороны утверждает, что с его стороны передислокация плана и проходит в рамках учебной подготовки Южного военного округа. К тому же перемещение российских войск по своей территории не должно никого волновать, так считает уже Дмитрий Песков. Объяснение не устраивает Киев и Вашингтон. Украина считает, что под прикрытием своих учений Москва усиливает на границе военную группировку. Президент Зеленский посоветовал уже всем соседним странам привести войска в боевую готовность.